Мнение о полезности минералки считается истинной еще с тех времен, когда люди высокого ранга ездили на отдых на воды, в места, где можно было встретить минеральные источники. Что конкретного минеральная вода дает, кроме поступающей в организм жидкости, знают сегодня не все, а это было бы полезно. Минеральная вода Нужно помнить, что людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательной системы не стоит употреблять любую минеральную воду, а следует проконсультироваться с врачом. Гидрокарбонатную минеральную воду, например, не рекомендуют при гастрите, а магниевая полезная при стрессе, но вряд ли вы узнаете об этом, прочтя состав минеральной воды на этикетке. Аналогичные противопоказания существуют и у минеральных вод других групп. Вообще, минеральная вода лучше всего поддерживает иммунитет здорового человека, особенно в период межсезоний, весной и осенью, когда ухудшается общее самочувствие. Конечно же, если есть польза, то можно найти в некоторых моментах и вред минеральной воды. Например, не стоит пить минералку постоянно. Излишек минералов также вреден для человека, как и отсутствие необходимых солей. Стоит обратить внимание и на то, есть ли в воде углекислый газ, радон и сероводород. Это вещества, не полезные для человека, особенно радиоактивный радон. Только врач может определить необходимость и дозировку такой минералки при лечении каких-либо заболеваний. Если у человека есть цель помочь пищеварению, употребляя минеральную воду, то пить ее стоит за четверть часа до еды, причем лучше охлажденную. Можно, конечно, пить и кипяченую воду, но пользы будет меньше. Так же, как и от воды теплой, которая в меньшей степени стимулирует работу желудка. Немного пользы будет и в том случае, если минералку пить после еды. Некоторые думают, что это вредно. Это не так, просто на пищеварение никак не скажется. Вот и все, дорогие друзья. Будьте здоровы и не забудьте поставить лайк. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!